Женя Белоусов был родом из Харьковской области, где окончил ПТУ по специальности слесарь. Потом учился в музыкальном училище в Курске. Сначала Барри Алибасов пригласил провинциального гитариста в свою рок-группу «Интеграл». И парень делал успехи. И на смазливого музыканта обратили внимание поэтессы Любовь Фарапаева и композитор Виктор Дорохин. И Белоусов замыслил побег. Предложение ему поступило фантастическое. У Алибасова он получал 15 рублей. А тут ему написали хит. И за концерт светило по 20 тысяч. Он уже работал с ними. Ну, песню записана уже была, уже по всем каналам показывают. Вот. И за 15 рублей надо ехать. И Женя просто не пришел к поезду, который должен был вести группу «Интеграл» на очередные гастроли. Женя исчез очень вероломно. Больше того, я стал строить его сольную карьеру. Он со своим дружком забыл его фамилии. Решили, что они уже сами звезды, сами смогут продюсировать себя. Алибасов знал, к кому переметнулся Женя. И позвонил поэтессе Воропаевой с требованием вернуть ему артиста. Но она умела выражаться конкретно и отправила баре далеко и надолго. Когда мне этот человек звонит, да еще там пытается, как сейчас говорят, наехать на него, он получил ответ. Но дело давнишнее, варик. Группа «Интеграл» из-за того, что не стало бас-гитариста, осталась без работы на полгода. Пока нашли другого, разучили с ним все композиции, Алибасов был просто в ярости. Понял бы, если бы нормально объяснил. Тот бы успел взять бас-гитариста и ввести в программу. Хотя бы так надо было сделать по-теловечески. Белоусов пел под фонограмму. На афишах, обещающих двухчасовой концерт столичной звезды, его имя писали крупными буквами, а внизу мелким шрифтом еще два десятка фамилий артистов рангом пожиже. Он когда выходит, он поет одну, вторую, и девочку моя, моя стенеглазая, он поет три раза на бис. Ну и все, и после этого он уходит, и уже больше никто претензий не имеет. Алибасов считал Белоусова чуть ли не сыном и даже был свидетелем на его свадьбе с Натальей Ветлицкой. И есть еще одна версия побега Жени от Карабаса-Алибаса. Мол, продюсер пытался пропихнуть свою группу «Интеграл» в телеэфир и для этого сводил красавчика с влиятельными дамами бальзаковского возраста. Но на самом деле Белоусов сбежал, потому что хотел огромных денег, но не справился с сумасшедшей нагрузкой. Четыре концерта в день, жесткие диеты и море алкоголя. До концерта, чтобы снять зажим, и после, чтобы успокоиться. Никто же не понимал, что происходит. Все думали, что, ну, совсем, ну, зачем ему нужно все время пить? Ну, что это такое? При этом у Белоусова была эпилепсия. И он принимал тяжелые лекарства, которые никак не сочетались с водкой. Сначала разрушилась поджелудочная железа. Потом случился обширный инсульт. И на прощание с ним в 97-м году на Найце говорили, что если бы Белоусов не сбежал от своего папы Карла, то зарабатывал бы меньше, но был бы жив.